Эмоции, разные чувства, разные понимания, разная работа с ними, но так или иначе. Но сегодня мы такие про общие такие ощущения, самоощущение себя говорим. Вот, и мы будем говорить о том, что есть некая такая условная шкала, которая человеку позволяет чувствовать, ощущать себя хорошо, где-то даже очень хорошо. Есть место, где он чувствует себя плохо. И вот, значит, тут условный плюс, условный минус, хотя, наверное, не очень это условно. Есть прям конкретно неприятные эмоции и ощущения у человека. Вот еще раз скажу, мы сегодня в таком расширительном смысле. Эмоции, чувства, ощущения неприятные у человека есть. А есть приятные, когда человек удовлетворен, рад. И, значит, если примерно говорить, ощущение счастья, радость, ну, даже вплоть до эйфории какой-то. А в том числе к приятным иногда относят спокойствие, благодарность, чувство какой-то благодарности и тому подобные вещи. Понятно, да? То есть вот человек живет и чувствует себя хорошо. Человек живет и чувствует, что у него все хорошо. А это означает, прежде всего, что мир безопасен, жизнь имеет смысл. И у человека есть мотивация действовать, что-то делать, как-то развиваться, куда-то расти, чего-то достигать. Есть неприятные ощущения, вплоть до сильнейшей душевной боли. Это какие-то там неудовлетворения, расстройства, тревога, страх, гнев, раздражение и тому подобные вещи. И человек, значит, испытывает по жизни и то, и другое. И в этом смысле есть условная норма. Условная норма – это то, где человек, в общем-то, большую часть времени находится. То есть все-таки сильнейшая эйфория, да, вот здесь, это не норма. Это как бы редкое явление, но в нем нет необходимости всегда для человека, нет необходимости постоянно находиться в сильнейшей какой-то эйфории и даже в радости. А с другой стороны, конечно, эмоциональная боль, раздражение, тревога, беспокойство и прочие эмоции, конечно, тоже человеку всегда не нужны. Ну, если только он не находится в рамках каких-то, не знаю, боевых действий или какой-то сильнейшей стрессовой ситуации, и это поэтому так и называется, там, стрессовая ситуация, да, какие-то негативные явления, которые приводят к тому, что человек плохо себя чувствует, в общем говоря. А есть вот норма условная, где человек большую часть времени проводит, в этой норме человек может чувствовать себя вполне себе хорошо, весело, удовлетворенно, радостно. То есть вот это надо понимать не про эйфорию, да, а именно про такую вот тихую, спокойную радость. Вот, он может в этом чувствовать какую-то задумчивость, может быть, даже скуку, какое-то сомнение, какие-то сомнения, вот, легкие беспокойства, легкие беспокойства, в общем, так себе, да, себя ощущать, вот, ну, это нормально. Вот, может даже не очень-то какие-то эмоции испытывать, какую-то грусть, тоску, ностальгию, легкие какие-то даже беспокойства за что-то. Но это тоже в рамках нормы, то, что называется. То есть у человека вполне себе за всю жизнь прокручиваются все эти состояния в рамках нормы. Это нормально человеку жить в этом. И человек вовсе не должен постоянно находиться только вот, только здесь, только радуясь все время как-то прямо то, что называется хорошо-хорошо себя чувствовать, да. Так же, как и с физическим состоянием, у человека бывает там плохое физическое состояние, бывают боли, бывают болезни, вот, с возрастом там боли каких-то становится больше, и у человека чаще появляются какие-то состояния неприятные. И вот в эмоциональном плане точно так же. То есть не может быть такого, чтобы человек прожил свою жизнь и в каком-то вот больших состоянии там близком к эйфории, да. Человек в разное состояние испытывает, и это нормально. Вот то, что важно нам на сегодня понять. Это нормально, что бывает и скучно, и тоскливо, и грустно, и тревожно, бывает задумчиво, и там смущение какое-то, а бывает радость какая-то. Вот, понятно, да? Так, идем дальше. Значит, вот в основном человек проживает вот так свою жизнь, это норма условная, да, условное обозначение, что она, в общем-то, как сказать, желаема. Да, да, то есть желательно человеку жить в рамках нормы, хотя бывает по-разному. И человек, когда с ним происходит нечто, какое-то событие радующее его, он испытывает приятные эмоции и вот уходит в эйфорию. Ненадолго, на какое-то время это связано с тем, как в его мозгу прежде всего действуют вот эти самые нейромедиаторы, про которые я так много говорил, да. То есть встреча с другом, которого давно не видел, достижение какое-то, что-то делал, что-то получилось, какие-то обыденные вещи, к которым мы уже привыкли. Был голодный, поел, там, секс, да, занятие спортом, значит, и прочие-прочие вещи приводят человека вот в состояние эйфории. И человеку хорошо. И, значит, потом состояние эйфории затухает, значит, стимул этот затухает, человек потихонечку начинает возвращаться назад и в конечном итоге возвращается снова в состояние нормы, в котором он себя именно, ну, хорошо, в общем-то, чувствует. Хотя любое событие, приводящее к каким-то эйфорическим переживаниям, конечно же, оно не бывает автономно. То есть тут же вмешиваются еще какие-то задачи, дела, может быть, даже проблемы, и человек довольно быстро, в общем-то, возвращается в состояние нормы, может быть, даже чуть ниже, может быть, чуть выше. Условно говоря, да, чувствует, вдруг после какого-то эйфорического даже события, произошедшего с человеком, произошли какие-то еще там, какие-то сложные задачи возникли, с которыми человек столкнулся. Ну, и тогда он озабочен, он тогда немножко там вниз погружается в этом состоянии, но это все равно состояние нормы. Ну, и, собственно говоря, то же самое происходит с болезненными и неприятными ощущениями и эмоциями, то есть человеком случается что-то, человек испытывает резкую какую-то физическую, например, боль, эмоции его тоже падают в этом смысле, но со временем, значит, принимая ситуацию, предпринимая какие-то меры и решения, человек потихоньку там выравнивается и приходит снова в норму. Значит, приходит в норму и чувствует себя нормально. И это тоже такой обычно довольно быстрый процесс, хотя бывают какие-то затянувшиеся, да, какая-то болезнь хроническая затянувшаяся, которая крайне неприятный, приносит ощущения и так далее. Ну, вот человек, значит, прошел этот круг и вернулся себе в норму. Ну, и, конечно же, понятное дело, что мы привыкаем на протяжении своей жизни все время стремиться вот к какому-то так или иначе удовольствию. То есть достижение каким-то определенным путем, какими-то действиями, какими-то предметами материального мира, какими-то веществами, едой, еще чем-то регулярно мы стремимся, да, так заложено в нас, мы стремимся вот сюда приходить как можно чаще. Большинству людей хочется как-то радоваться, как-то все больше ощущать какую-то эйфорию. Если что-то очень сильно запомнилось эйфорическое, человеку хочется это повторять, вот, и таким образом, собственно говоря, возникает то, что называется вредными привычками, да, и не надо путать это с зависимостью. Это именно вредные привычки. Бывают, да, вредные, а бывают не очень вредные, вот, а бывают вредные, но социально одобряемые, да, какое-нибудь достижительство, какое-нибудь отличничество, и, там, человек может превратиться в трудоголик, и социально это одобряется, но если говорить, не, все-таки сейчас не про болезнь говорим, а про какую-то, скорее, симптоматику созависимости, когда человек достижитель не потому, что у него первичное какое-то вот заболевание, да, трудоголизм, но потому, что он получал-получал хорошие эмоции от того, что его хвалят с детства, да, мы с вами когда говорим, там, про роли в семье, про дисфункциональную семью, говорим о том, что дети, там, пытаются получать как-то удовольствие, удовлетворение, похвалы, там, через похвалу, через достижения свои, ну, и, скажем, и в труде точно так же стал трудиться. И вот так возникают привычки различные, да, кому-то там, вот, значит, еда там приносит, кому-то кто-то спортом может заняться. И здесь есть два разных понятия, и это важно понимать, да, есть вот привычка, да, а есть некое первичное заболевание, которое мы называем зависимостью, то есть у человека что-то в особенностях его организма уже вот предрасположено заранее, и есть особенность такая, да, и это как раз тогда уже речь про химическую зависимость. Но об этом много говорили, и сейчас тоже продолжу, вот, просто, так сказать, углубляться в эту тему не буду. Так вот, возникают такие привычки, потом часть из них приносит нам какое-то неудовлетворение, мы вдруг понимаем, что мы в чем-то разрушаемся, и мы от них отказываемся. На самом деле, для того, чтобы отказаться от любой привычки, достаточно 64 дня, согласно исследованиям ученых. Вот, раньше говорилось о 21 дне, да, но за 21 день на самом деле нейроны только отращивают некое такое новое такое нейронное дерево, новую такую сеть, но она еще очень нестабильна за 21 день. Это еще человек не привык, то есть часть из этих нейронов, они там белки, они, значит, кто-то, какие-то из них долго существуют стабильно, какие-то быстро очень распадаются, поэтому 21 день это еще нестабильное дерево, а вот 64 дня 63 считается, да. 63 дня – это необходимо для того, чтобы новый, действительно, навык закрепился. Вот любую привычку, в принципе, можно при желании, когда у человека возникает желание, побороть то, что называется, за 63 дня, если приложить к этому некие усилия. Вот, а теперь представим себе человека, у которого норма вот здесь. И вот тут мы уже говорим о зависимых, об аддиктах совершенно разных формаций. Отчасти это же мы говорим и про созависимых, а вроде бы все созависимые, но это вот в какой-то мере. Здесь так просто в такой презентации за 15-20 минут мы с вами не разберемся. Но если говорить о какой-то конкретной первичной аддикции, то у человека есть какой-то провал в нейромедиаторной системе с рождения, я на этом настаиваю, значит, который не позволяет ему получать приятные эмоции, удовлетворение, эйфорию и прочие вещи от каких-то обычных вещей. Вот на примере наркоманов, игроманов, алкоголиков, да, если говорить, то они очень быстро теряют ко всему интерес. У них заниженный какой-то вот фон получения удовлетворения. То есть вот здесь надо понимать, что не заниженный фон, как сказать, это не, знаешь, они какие-то депрессивные, да, все время. Но они очень быстро теряют ко всему интерес. Вот у них, они как бы большую часть жизни живут в каком-то дискомфорте. Причем вот сегодня здесь, да, в этой презентации короткой не получится так вот подробно разбираться. У разных зависимых это по-разному. Вот, это по-разному проявляется, это состояние. Они могут вполне себе удовлетворительно, хорошо и наравне со всеми делать, достигать чего-то и получать удовлетворение от определенных вещей, но от других тоже жизненно важных, уже не могут. Вот, здесь немножко у каждого по-разному. Но, тем не менее, условно говоря, вот так плоско и просто рассматривая, представим себе человека, у которого вот норма занижена. И он, скажем, от того, чего он добился, получил, сделал, он не получает того уровня удовлетворения, удовольствия и эйфории, которое получают другие люди. И у этого человека, собственно говоря, вот этот круг удовольствия, он вот здесь снижен. Не во всем, еще раз повторяю, наставил, не во всем, но в каких-то вещах, которые его все-таки мозг воспринимает жизненно важен. Вот он у него занижен. При этом, что самое интересное, именно такой человек, он как раз наоборот, все время ощущает потребность быть вот здесь, в эйфории. Он все время чувствует, не осознавая, не анализируя, но чувствует, что ему необходимо нечто экстремальное для того, чтобы приходить сюда. И он старается это найти. Какое-то экстремальное поведение, часто говорят о всяких синдромах дефицита внимания и так далее, еще какие-то вещи. Человек пытается все время быть в какой-то определенной движухе, и это тоже очень разные вещи. Человек на самом деле может быть закрытым и замкнутым, но там у себя внутри, в своем мирке, он находит что-то, при помощи чего он регулярно приходит сюда. Но беда с его нейромедиаторной системой в том, что он очень-очень-очень быстро возвращается снова сюда. И для него, казалось бы, это норма, но все равно он в сравнении с другими людьми ощущает себя не очень хорошо. Он все равно стремится как-то вот сюда. И он вообще в конечном итоге начинает путать. Ему кажется в какой-то момент, что удовлетворение, просто спокойное, то, что для других людей норма, это какая-то тоска и скука. Ему нужны именно яркие эйфорические эмоции. И он постоянно заскакивает туда на короткое время при помощи каких-то вещей, еще будучи ребенком. Он очень быстро возвращается назад, причем в состоянии такое, близкое к депрессии. Ему все время какие-то обычные для людей вещи, типа неудачи, какого-то неуспеха, какого-то замечания по поводу того, что он делает. Он воспринимает эти вещи крайне негативно. То есть он не может их воспринять как часть какой-то своей жизни, которая просто есть, что-то надо с этим делать. Значит, вот у меня, ага, я хотел туда-то, туда-то или то-то, то-то сделать, и, значит, у меня возникли какие-то препятствия. Это значит, что? Значит, у меня увеличились задачи, я сейчас буду решать эти задачи, думает обычный человек. А такой человек думает, ой, это кошмар, ой, это ужас, как же мне с этим быть, это все непреодолимо и так далее. Ну, думает не в смысле, там, ребенок, может, так не размышляет, не сидит, не анализирует, но он так это ощущает. Вот, и такому человеку в этой связи, конечно же, тяжело. И со временем, когда он начинает все больше и больше практиковать разные виды поведения, этот кружок становится все меньше, собственно говоря. И он в своей норме, которая для другого человека является, ну, и для него тоже неприятными эмоциями, в общем-то, замыкается все больше в этот кружок. А когда он начинает употреблять, это все становится еще хуже, так как искусственное воздействие, ну, употреблять, играть или компульсивное какое-то другое поведение применять, значит, мозг его воспринимает искусственную стимуляцию эмоций все время как передозировку, потому что он-то хочет все больше, все ярче, вот. А мозг, свои там нейромедиаторы начинают меньше вырабатывать, рецепторы притуплять или, наоборот, обострять в зависимости от того, о чем там идет речь. Ну, в общем, начинаются оппонентные процессы, так называемые, мозг начинает сопротивляться тому, что, ну, вернее, как сказать, реагировать на то, что искусственность стимулируется нейромедиатор, или добавляются, или выделяются, и он все время как-то оппонентно, то есть противоположную сторону начинает действовать, его организм. И вот это начинает, его этот кружок, да, таких так называемого удовольствия, которое уже и удовольствием-то не является, оно начинает перемещаться. А дальше человек с какого-то момента вообще начинает, в принципе, для того, там, употреблять, скажем, да, если говорить про химически зависимость, для того, чтобы просто хоть как-то действовать, хоть как-то подняться, хоть как-то ощутить в себе силы приблизиться хотя бы к своей норме. И здесь вот у многих людей большая иллюзия, они думают, что химически зависимый, это такой гедонист, это человек, живущий в удовольствии постоянно и так далее. На самом деле это неправда. Даже в розовом своем употреблении человек все равно испытывает крайне там негативные какие-то эмоции, чаще, чем другие, испытывает стресс и многое другое. А уж когда у него розовое употребление так называемое заканчивается, этот период, человек вообще, в принципе, крайне редко доходит даже до вот этого состояния, до какой-то там условной нормы нормального в кавычках человека, да, вот, ему нужно это практиковать. И если говорить про там, ну, какие-то виды там со-зависимости, да, если первично со-зависимость, то здесь тоже развивается такая система. И вот ученые, ну, например, у НИЕРа есть такая статья про химическую регуляцию эмоций, она уже очень старая, 90-х годов. Он там говорит, что, это автор, что и у созависимых выяснены провалы в нейромедиаторной системе. Просто они не такие, как у зависимых, не в тех местах и не те нужные им нейромедиаторы, поэтому они все остальное в своей жизни, там, работа, реализация, учеба и так далее, там, создание семьи, они вполне себе реализуют и выглядят вполне себе нормальными людьми. Но есть у них некий провал, все равно в нейромедиаторной системе, который ведет к тому, что им необходимо обязательно контролировать, спасать и прочее. Ну, здесь можно поспорить, не знаю, этот провал врожденный или этот провал, все-таки, мы же говорим, что со-зависимость это нечто, некая реакция психики на деструктивную обстановку в семье, в дисфункциональной, и тогда, может быть, действительно это как-то формируется там. Но есть предположение, что, в общем-то, может быть, и у них тоже есть определенные врожденные дефекты, просто они другие, не такие, как у зависимых, то есть не те нейромедиаторы сбить. Ну, так вот, возвращаясь в общем к зависимому, человек начинает крутиться вот здесь. Он употреблять в какой-то момент начинает, например, из одной точки, а возвращается после того, как его отпустил наркотик или игра, или то, что он еще реализовывал, другие виды зависимости, уже в точке еще ниже. Он заканчивает всегда хуже. Когда мы говорим про похмелье, например, алкогольное или про ломки наркотические и вообще острый абстинентный синдром, это как раз он и есть. То есть человек, может быть, ему не так уж там и плохо по его ощущениям было, ну или он где-то вот здесь, допустим, был. Он употребил, получил быстрый всплеск эйфории, а потом он возвращается в еще более худшее состояние, в состоянии боли. И тогда мы вот говорим об остром абстинентном синдроме, он связан, эти вещи, связаны опять же и с биохимией, и с секрецией организма. Ну и, естественно, это все влияет на эмоции. То есть эмоциональном плане у человека точно так же все это происходит. И вот представив себе такого человека, который живет, который с этим жил с детства, потом начал практиковать зависимости, докатился до того, что ему приходится употреблять из нижайшей точки эмоционального состояния. Эмоции – это очень важная вещь для человека. Он для того, чтобы жить и действовать, должен испытывать эмоции адекватные тому, что происходит. А ведь у него неадекватные, то есть ничего, ни в каком блокадном Ленинграде, как я говорю, он не живет, ни в каком ужасе, кошмаре, а чувствует себя так и даже хуже. И он начинает вот в этом во всем крутиться, и дальше в какой-то момент мы ему предлагаем помощь. Мы говорим, давай-ка ты остановишься и не будешь употреблять. Ведь очевидно для тебя, что употребление или практика любой другой зависимости приводит к каким-то разрушениям. И когда он останавливается, то то, чего не понимают родственники, он останавливается где-то вот здесь. Ему очень плохо. Он, конечно же, в угоду всем и родственникам, и чтобы не признавать до конца себя больным, а это зависимо, очень старается делать, не признавать себя больным очень долго. Он будет разыгрывать, что он вот тут. Он будет говорить всем, что ему нравится трезвость и прочее, и прочее. Но то, чего он не понимает о себе, скрывает даже сам от себя, что большую часть времени он на самом деле находится вот здесь. И дальше родственники говорят, поехали на дачу, поедим шашлыка, попаримся в бане. И они все вот здесь и ожидают от него, что он здесь. И даже раздражаются на него, если вдруг у него там какие-то плохие эмоции. Он пытается скрывать, он напрягается для всех и пытается разыгрывать. На самом деле чувствует себя вот здесь. И когда мы в реабилитации с человеком работаем, очень важно это тоже учитывать и понимать, что еще какое-то порядочное время он будет находиться здесь. Прежде чем благодаря выздоровлению, химическим, биохимическим изменениям своего организма, благодаря различной психологической, психотерапевтической работе, он придет вот сюда, понимаете? Не сюда он придет. Он не придет в норму других людей. Он придет в свою норму. А своя норма у него также будет занижена. И это никогда не изменится. То есть то, что нужно понимать, что человек пока еще не знакомый со своими чувствами. Я думаю, большинство из присутствующих уже знает и помнит, что человек зависимый, как и со-зависимый, не очень-то знаком со своими чувствами. Это, мягко говоря. Вообще их не знает, привык давить, прятать десятилетиями. Их давил, и занищитожал, и топтал в себе. И поэтому ему еще очень долго с ними знакомиться. Так вот он даже не очень понимает, как он себя чувствует. Но чувствует он себя плохо. В эмоциональном плане прежде всего. Мы сейчас даже не про физическое состояние. Понятно, что в состоянии острой абстинентного синдрома человек и физически себя чувствует плохо. И общая слабость, и остение. А есть даже и вообще такие серьезные какие-то последствия. Но прежде всего сейчас про эмоциональное состояние. Он чувствует себя плохо. Он находится примерно где-то здесь. И во всем этом ему приходится жить. И причем эти же эмоции, они же связаны с такими, я говорил в начале, с такими чувствами, ощущениями, как надежда. Как какое-то ощущение будущности, счастья и так далее. И этого у него на самом деле нет. У него может быть проблески какие-то. Скажем, послушал какую-то спикерскую, которая ему отозвалась. И испытал надежду. Поучаствовал в группе, рассказал о себе, получил новый опыт. И испытал какое-то удовлетворение. Выполнил какое-то там письменное задание. Тоже раз сделал выводы и понял о себе, что кое-что о своей болезни узнал. И помогло. А сделал какое-то задание. Сделал выводы. И как всегда навалилось. И часто бывает чувство вины и стыда. И наоборот сюда пошел. Потому что ему наоборот хуже еще стало. Он открыл то, что он от себя скрывал. А мы когда говорим с вами про отрицание. У нас недавно было занятие про защиту. И в том числе про отрицание. Ведь это защита от чего? От боли. То есть человек защищается от правды, которая приносит боль. А получается в процессе выздоровления, в процессе реабилитации. И у зависимых, и у созависимых. Начинает потихоньку слой за слоем. Как Анастасия Артемову недавно говорила. Как слоеный пирог. Значит вскрываться и отваливаться вот эти системы защиты. А значит боль в жизнь человека приходит. Боль от осознания того, что происходило. Кто на самом деле как бы несет ответственность за все это. Человеку становится довольно тяжело во всем. И он пытается во всем в этом выживать. И наша задача его в этом поддерживать. Потому что человеку на самом деле очень тяжело. И он еще не очень даже понимает как с этим жить. У него нет ощущения такого, что мне сказали, что там где-то впереди меня ждет радость и эйфория. И я теперь значит радостный в предвкушении этого тружусь над собой. Нет. В выздоровление приходит чаще всего очень болезненное ощущение. Болезненное открытие состояние не позволяет зачастую верить в то, что все будет хорошо. И поэтому собственно говоря обычно началом выздоровления является именно негативная мотивация человека. Ему регулярно нужно вспоминать о том, какие разрушения принесла его болезнь. И откуда он пришел, что с ним происходило для того, чтобы помнить и понимать, что вернуться туда, в тот ад, в котором он жил, это гораздо хуже, чем проживать сегодня вот это какое-то скучное, неудовлетворенное состояние. Лучше уж я здесь поживу, но не вернусь туда. Но это вот используя когнитивно-поведенческую терапию, да, мы пытаемся людям помогать с этим осознанием, используя письменные задания и многие другие вещи в реабилитации, например. И вот, значит, человек потихоньку привыкает жить, потихоньку возвращается в его норму, его состояние, но что же дальше? Ведь дальше-то ему всю оставшуюся жизнь жить, а я настаиваю на том, что у него с рождения норма занижена. Здесь такая история, что в выздоровлении на самом деле человек может расширить свою норму. Это не касается биохимии. Биохимия у него никогда не изменится. Но смена угла зрения на жизнь, смена отношения ко многим вещам, изменения, которым приводит какая-то духовная работа над собой, когда человек перестает, ну, он видит неэффективность той стратегии, которая у него была по жизни, стратегии постановки себя в центр вселенной. Он понимает, что это не сработало, что это принесло ему большие разрушения. Он убирает себя из центра вселенной, он перестает думать, что все должно делаться, как ему надо, все должны двигаться, как ему надо, все должно крутиться вокруг него. Он перестает в этих иллюзиях пребывать. Он начинает практиковать новые какие-то духовные принципы, честность, открытость, сослужение друг другу. Люди начинают практиковать какая-то взаимная поддержка, начинают пробовать посвящать себя тому, какой вклад я вношу в общее течение жизни, вместо того, чтобы я, мне, мое отказываться от многих иллюзий. И потихоньку у него расширяется эта норма. На самом деле человек становится способен понять, что счастье не в постоянной эйфории. И вообще, в принципе, довольно долгое время вполне нормально можно жить без всякой эйфории. Конечно, мы в начале реабилитационного процесса, в начале выздоровления предлагаем человеку некие, вот если вернуться на предыдущий слайд, да, мы предлагаем ему некие инструменты для того, чтобы человек попробовал подравнивать свое состояние, то, что называется, да, у нас там есть обязательно. Ну, это касается многого. Например, в реабилитации это и какое-то регулярное питание, сравнительно правильное желательно питание, потому что это все касается биохимии, да, организма. Это и зарядка, и какие-то занятия спортом, это какие-то вот развлечения полезные, да, какие-то активные занятия, труд совместный, действительно какая-то возможность творить, что-то делать, да, то есть вот своими руками что-нибудь созидать, и человек от этого получает удовлетворение. Зачастую, когда человек настроен на выздоровление, действительно групповая работа приносит ему удовольствие, он начинает получать на группах в том числе определенный уровень тоже эмоций. То есть мы предлагаем человеку некоторые инструменты регуляции эмоций, но только очень аккуратно и наблюдая за тем, чтобы человек не увлекся, потому что есть много людей, которые погрузились дальше в спорт или фанатично в религию или еще во что-то, и в общем-то в конечном итоге такие люди либо возвращаются к употреблению, либо даже если долгое время не возвращаются, то живут довольно несчастными, потому что они все время пытаются компенсировать. Это, кстати, частый вопрос психологов и других специалистов, вот когда обучающие проекты провожу, а как же компенсировать? Вот компенсировать не надо, потому что это невозможно компенсировать какими-то такими вещами, как, например, лекарства, какие-то лекарственные средства. То есть чем больше вы будете компенсировать пытаться человеку, тем больше он будет все равно назад возвращаться. Мы поэтому говорим, что метадон, это метадоновая программа, есть программа снижения вреда, это полная чушь, потому что вы химии все равно так же, как и раньше человеку пытаетесь сделать норму, а это значит, что его организм обязательно оппонентным образом реагирует, антагонисты какие-то выделяет, то есть в любом случае он будет со временем возвращаться все дальше в эмоциональную боль. И любой наркотик когда-то перестает действовать, и любое лекарство, так же, как и любое другое наркотическое вещество, тоже перестает действовать. Но и больше того, если вы попробуете помочь человеку, если он склонен к занятиям спортом, вы попробуете ему спортом это компенсировать, в полной мере как-то автономно, то это будет точно такой же процесс. Довольно быстро перестанет спорт приносить достаточную эйфорию, и человек вернется либо к употреблению, либо как минимум к состоянию эмоциональной боли, потеряет интерес. Спорт, отношения, какая-то работа, трудоголизм, какие-то еще такие занятия. То есть пытаться компенсировать это, пытаться каким-то искусственным путем вот это восполнить, это всегда иллюзорная работа, она бесполезна, она не приносит тех результатов, которые нужны. А то, что приносит, я повторяю, это абсолютная фундаментальная смена угла зрения, если так можно выразиться, на жизнь человеком, абсолютная смена вообще каких-то приоритетов, принципов. И это всегда такой, в общем-то, долгий труд, долгий труд по изменениям, но прежде всего внутренним изменениям, потому что все эти внешние вещи, регуляции своих эмоций, они лишь на время, лишь в поддержку, лишь когда человеку на самом деле тяжело, вот в рамках реабилитации, еще раз повторюсь, есть такие вещи, но потом человеку необходимо отказаться от зависимости от своих эмоций и состояний. Я вот так часто это формулирую, то есть у многих зависимых в начале выздоровления начинается такая зависимость от своих чувств. Вот чувствую себя хорошо, это хорошо, ищу все, что хорошо, все, что меня радует постоянно, значит, из-за этого выбираются группы, где больше там хи-хи-ха-ха, вот можно в телефонах, выбираются какие-то игрушки, какая-то работа, которая приносит много денег, какие-то отношения, которые приносят много эмоций, в общем, человек начинает погружаться в так называемые кросс-зависимости, но я бы не сказал в данном случае, что это именно смена зависимости. Бывает и так, что человек предрасположен к целому сегменту зависимости чаще всего, и он может перейти в другую зависимость, но часто бывает, что это просто такая попытка компенсироваться, он не именно в зависимости погружается в другие, а пытается, это еще как, ну там, если это наркоман, про это проявление его наркомании, но в других каких-то форматах он пытается компенсировать себе эти ощущения. Если человек идет по этой дорожке, то это скользкая дорожка, попыток управлять своим настроением, а, собственно говоря, любая зависимость, это и есть, если говорить вот с такой точки зрения, с психоэмоциональной, то любая зависимость, это и есть попытка, вернее, наверное, стремление регулировать свои эмоции, управлять ими при помощи насильственного воздействия на свой организм. И поэтому, если человек встает на такую дорожку, то он чаще всего неизбежно возвращается в конечном итоге к употреблению, потому что все когда-то перестает действовать. Все. Кроме нового образа жизни, который построен на духовности, который построен на новых принципах, построен на проактивности, на ответственности, а, соответственно, вслед за этим приходит и свобода. И ощущение человек даже в какой-то мере через какое-то время активного, проактивного выздоровления становится то, что называется хозяином своих чувств. Его чувства о чем-то ему сигнализируют, он перестает от них зависеть. Он просто воспринимает эти сигналы и в этой связи предпринимает какие-то действия, решает какие-то задачи, какие-то меры и, значит, живет проактивную, такую понятную для него жизнь на понятных принципах. Это совсем другая жизнь, а вот вне зависимости от того, а приятные у меня эмоции или неприятные. Ну, как-то так вот. Коротко, конечно, галопом по Европам, но попробовал такую общую схему. Я бы хотел, чтобы вы просто вот эту общую схему поняли для себя, что, во-первых, происходит с зависимым, чем отличаются привычки, которые формируются, когда мы хотим получать какие-то эйфорические ощущения. Отличается от зависимости, то есть, когда у человека врожденный дефицит, дефицит приятных эмоций, и он чаще всего ближе к неприятным. И, в общем-то, что происходит, это еще очень важно, что происходит с человеком в начале выздоровления, потому что для самих зависимых, для вас это важно, понимать, что с вами происходит. И когда понятно, что происходит, тогда легче это проживать. Ну и родственникам зависимых тоже важно знать, что происходит с их зависимыми, когда они начинают, когда и если, дай бог, они начинают выздоравливать, решать свои проблемы. И это довольно долгий процесс, собственно говоря, до того, как человек начнет, до того, как человек, например, если он выздоравливает просто в анонимных содружествах, начнет реально там разбираться и знакомиться с своими эмоциями, ну, лет пять точно проходит. Вот, поэтому это такой долгий процесс. Ну, а уж первый год известно всем, да, уже это как бы на практике изучено и понятно, почему с точки зрения психофизиологии всего, что первый год человек вообще как без кожи, вот, зависимый, начинающий выздоравливать, да и созависимый тоже. Еще раз повторю, отрицание уходит, слой за слоем снимаются всякие иллюзии, и человеку больно, а он не умеет работать со своими эмоциями, не умеет их проживать, и ему нужна поддержка и понимание. Главная поддержка – это когда люди, которые рядом, они просто понимают, что с ним происходит и могут с ним об этом поговорить. Все, до свидания, спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok